Добрый день! К вашему вниманию ошибки, которые обычно допускаются при ремонте ванной комнаты и которые, скорее всего, ухудшат удобство пользования комнатой, нежели повысит ее комфорт. Итак, поехали! Освещение. Единственного потолочного светильника, несомненно, хватит, чтобы спокойно ориентироваться в пространстве. Однако, такой вариант не самый удобный. Вот для зеркала нужен свет. Лучше сделать вокруг несколько источников света. Тогда отражение не будет иметь лишней тени. Если у вас установлена душевая кабина, над ней должен быть отдельный источник света. В небольшой ванной комнате нужно использовать специальные светильники, предназначенные для влажных помещений. Они имеют закрытый патрон, который предотвращает окисление. Темный цвет плитки. Помимо неправильно организованного освещения ванной, еще одна причина недовольства своим отражением в зеркале – неверно выбранный цвет плитки. Серая, черная, коричневая плитка в ванной комнате придает коже нездоровый оттенок. Выбирайте теплые и светлые оттенки плитки. Во-первых, отражение в зеркале будет выглядеть гораздо привлекательнее. А во-вторых, такой цвет плитки будет создавать ощущение теплоты и свободного пространства. Кстати, на светлой плитке меньше видно разводы и налет. Использование гипсокартонного потолка в ванной комнате допускается только при условии хорошей вентиляции помещения. Гипсокартон может деформироваться от переувлажнения. А также может появиться все та же плесень. Если вы хотите получить идеально ровный и долговечный потолок, сделайте выбор в пользу натяжного. Он хорошо переносит влажность и не теряет своего привлекательного вида. Места для хранения. Какая бы ни была малая комната, но места для хранения предусмотреть возможно и даже нужно. Банные преднадлежности нужно где-то хранить. Найстные шкафы, тумба под умывальником и угловые полочки придут к вам на помощь. Также не забудьте прикрепить достаточно крючков для полотенец. Причем предварительно подумайте о месте их расположения. Это тоже важно для общего удобства. Размещение полотенца-сушителя. Обычно его размещают на стене около душевой кабины. Но он должен быть со стороны входа в душевую кабину, а не со стороны петель двери. Иначе будет сложно дотянуться до полотенца. Электрический полотенцесушитель лучше, поскольку работает круглый год, а не только зима. Потребляет относительно немного электроэнергии. Но если вы делаете ремонт в квартире, то, наверное, лучше будет оставить классический полотенцесушитель, поскольку затрат на электроэнергию не будет вовсе и нагревательный элемент не сломается. По причине его отсутствия. Размещение раковин. Умывальник должен размещаться так, чтобы к нему было удобно подойти. Перед умывальником должно быть достаточно места для комфортного нахождения перед ним. Высота также важна. Стандартная высота раковины равна 85 см. А значит, адаптирована она для человека ростом от 1,65 м до 1,85 м. Поэтому, если рост членов семьи выше или ниже данных показателей, лучше подобрать высоту раковина от пола, соответственно, выше или ниже принятых. Если необходимо регулировать высоту установки раковины, то лучше приобрести подвесную модель. Так вы сами сможете определить наиболее комфортное расположение. Это вторая часть. Начало смотрите, нажав на соответствующую заставку на экране. Или под видео будет ссылочка перехода. Всем спасибо за внимание. До следующих видео.